Коронавирус стал причиной, по которой волонтеры не могут посетить воспитанников детских домов. Причем для сирот не снимут ограничения даже когда закончится режим самоизоляции. Дети не смогут увидеться с родственниками, наставниками и потенциальными родителями до 2021 года. Таково постановление Роспотребнадзора. Какие меры предпринимают общественники, расскажет Ольга Харнутова. Телефон из руки Евгении Коленниковой практически никогда не исчезает. И все потому, что сейчас это единственный способ связи с ее подопечной из детского дома Олей. Женщина стала наставницей девочки год назад. Юркутянка приучает 17-летнего подростка к самостоятельности. Ведь тех навыков, которые детям дают в семьях, у воспитанников приюта нет. Они не умеют готовить, ходить по магазинам и многое другое. И сейчас подросток особенно нуждается во внимании Евгении. Ведь через месяц она выпускается из учреждения и поступает в училище. Но увидеться лично у них нет возможности из-за пандемии коронавируса. Первый месяц было вообще очень тяжело. Она не понимала, почему я не приеду. Она была очень агрессивная. У нас, я могу даже сказать, наверное, как-то подкосились, немножко испортились отношения. Я консультировалась с психологом. Скучаю. Я привыкла к ребенку, не могу ее видеть, не могу ее никуда сводить. То есть у нас были большие планы на лето посмотреть город. Ее маленько адаптировать к транспорту, к общественному, чтобы она уже смело могла пользоваться, не боялась. Сама Оля призналась нам по телефону, что за три с половиной месяца очень устала сидеть в четырех стенах. Скажи мне, пожалуйста, как ты себя чувствуешь, не выходя за пределы детского дома? И как ты себя чувствуешь, когда уже сколько времени ты не видишь своего наставника? Ну, вообще плохо как-то, да. Ну, такое, знаете, состояние такое. Ну, как это, нервная система, почему-то рушится. Волонтеры и специалисты из благотворительных организаций не смогут посещать детские приюты даже после снятия режима самоизоляции. Распотребнадзор запретил приходить к воспитанникам до 1 января 2021 года. Это постановление разбило мечты многих детей, которые ждут своих приемных родителей. Ведь, например, фонд «Дети Байкала» после снятия ограничений должен был отснять 200 видеоанкет, которые помогли бы воспитанникам обрести семью. В заперти остались не только воспитанники детского приюта, но и сотрудники. Они приходят на работу и остаются там две недели. 14 дней у них нет возможности увидеться лично с родными и уехать домой. Получается, что страдают и воспитанники, и волонтеры, и сами сотрудники. Общественники создали в интернете петицию против того, чтобы ограничения для детских домов проделись до 2021 года. Правда, подписали ее пока чуть больше 4,5 тысяч людей. Ольга Харнутова, Алексей Бондаренко. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова